Здравствуйте, я врач-эндокринолог, врач-диетолог Павлова Ольга Михайловна. Сегодня мы поговорим про диабет и обсудим топ-5 опасных ПП-продуктов. Очень многие пациенты с диабетом читают этикетки, читают статьи и стараются выбрать максимально полезные и натуральные продукты для своего организма. Однако, организм человека с диабетом имеет некоторые особенности. Эти особенности связаны с регуляцией уровня сахара в крови. И именно с учетом этих особенностей должна подбираться диета. Сейчас мы поговорим про те 5 ПП-продуктов, которые не показаны пациентам с диабетом. Первый ПП-продукт, который противопоказан при сахарном диабете, это белый рис. Если мы рассматриваем рис, то действительно рис это безглютеновая крупа, которая достаточно комфортно переносится организмом человека. Однако, белый рис имеет высокий гликемический индекс. То есть, белый рис после его употребления дает резкий скачок сахара в крови. При сохранной выработке инсулина резкий скачок инсулина. То есть, для человека с диабетом, вот эти вот скачки сахара в крови несут вред. Именно поэтому белый рис, мука из белого риса при диабете убираются из рациона, чтобы исключить скачки сахара в крови и повреждения скачущим сахаром сосудов и нервов. Если вы любите рис, то при сахарном диабете мы выбираем сорта риса с более низким гликемическим индексом. То есть, те сорта риса, которые не дают резких скачков сахара. Это бурый рис, довзира, дикий рис, темный рис. Если же вы покупаете рисовую муку, то при диабете мы берем муку из темного риса, не из белого. Потому что мука из белого риса дает такие же скачки сахара в крови, как мука высшего сорта. Что вы съели блинчики на муке из белого риса, что вы съели обычные блинчики, либо белую булочку из магазина. Скачки сахара в крови сопоставимы. Поэтому белый рис из рациона убираем. Второй ПП-продукт, который противопоказан при диабете, это финики. Да, многие из вас слышали, что финики содержат большое количество витаминов, микроэлементов, клетчатки. Однако финики это очень сладкий фрукт, который имеет высокий гликемический индекс. То есть финики резко поднимают сахар в крови, что вредно при диабете. Кроме того, финики для долгого хранения очень часто вымачивают в сахарном сиропе. Вследствие этого, мало того, что финики имеют насыщенный сладкий вкус, как натуральные конфеты, так еще и дольше хранятся. И когда вы покупаете финики в магазине, чаще всего это вымоченные в сахаре финики, которые очень резко поднимают сахар в крови, точно так же, как конфеты. Поэтому финики убираем из нашего рациона. Следующий ПП-продукт, который вреден для пациентов с диабетом, это бананы. Банан имеет большое количество усвояемых углеводов, то есть природных сахаров. Это и фруктоза, и крахмал. И чем более спелый банан, чем он слаще, тем быстрее он поднимает сахар в крови. Бананы при диабете мы исключаем из рациона. Я не думаю, что вы будете есть зеленые бананы, потому как они невкусные. Но вот как раз таки у зеленого банана и у муки из зеленого банана намного меньше гликемический индекс, чем у спелого банана. Если, к примеру, рассматривать банановую муку, то банановая мука из зеленых бананов намного безопаснее, чем мука из спелого банана. То есть спелые бананы из своего рациона мы убрали. Следующее это виноград. Многие пациенты с диабетом знают, что виноград, который красный, темный, сладкий, нельзя употреблять, потому как он дает резкие скачки сахара крови. Но многие пациенты думают, что зеленый виноград, раз он кислый, совершенно безопасный. Это опасное заблуждение. Почему? Потому что даже в зеленом винограде, будь то мелкий зеленый виноград, либо дамские пальчики, крупный зеленый виноград, кислый вкус обусловлен фруктовыми кислотами. То есть кислый зеленый виноград не потому, что в нем мало фруктозы, а потому, что в нем много фруктовых кислот, которые дают насыщенный кислый вкус. То есть в зеленом винограде, наряду с высоким содержанием фруктозы, также высокое содержание фруктовых кислот, которые дают кислый вкус. И человек, поедая зелёный виноград, думает, но он же кислый, ну значит безопасен для сахара. Он поедает не только фруктовые кислоты, но также фруктозу, содержащуюся в этом зелёном винограде. Поэтому, друзья, ни зелёный, ни красный, ни жёлтый, никакой виноград при диабете употреблять не надо. Весь виноград имеет высокий гликемический индекс и даёт резкие скачки сахара крови. Ну и следующее заблуждение, друзья, которое опасно при диабете, это то, что безглютеновый хлеб полезен. Если мы рассматриваем безглютеновый хлеб, безглютеновое печенье, то это тот хлеб, из которого убрали белок злаковых глютен. За счёт того, что из хлеба убрали глютен, была мука высшего сорта, которая давала резкий скачок сахара крови. Из этой муки убрали белок. И скачок сахара крови будет ещё быстрее, потому что углевод стал ещё быстрее усваиваться. Кроме того, безглютеновые продукты, безглютеновый хлеб, безглютеновое печенье. Для того, чтобы сделать консистенцию теста более приятной, потому что глютен-то придает вот эту вот пластичность тесту, вот этот вот вкус такой нежный, тавящий во рту, убрали глютен, пластичность теста хуже. Очень часто вместо глютена в безглютеновые продукты добавляют крахмал. А крахмал даёт резкий скачок сахара. И в итоге из муки убрали белок, добавили туда ещё дополнительно углеводов, и получился просто дикий высокий гликемический индекс. Поэтому, если вы выбираете хлеб при диабете, не читайте, что там написано без глютена, читайте, сколько там углеводов и из какого сорта муки. Если это второй сорт муки, ржаная мука, это хлеб, который даёт медленный подъём сахара. Если же у вас действительно есть гиперчувствительность к глютену, реагирует кишечник, реагирует кожа, либо вы соблюдаете аутоиммунный протокол питания из-за аутоиммунного тиреоидита, то есть вам реально нужно убирать глютен, то выбирайте те сорта муки без глютена, которые более безопасны для сахара крови. Это гречневая мука, это мука из бурого риса, это мука из киноа, то есть те виды муки, которые медленно поднимают сахар крови и при этом не содержат глютен. Поэтому, друзья, если у вас стоит диагноз сахарный диабет, не покупайтесь на маркетинговые уловки надписи ПП на продукте. Переворачивайте этикетку и читайте, какой состав, сколько углеводов и каких углеводов, потому что для нас важна некрасивая этикетка с надписью ПП. Для нас важно, какое физиологическое действие данный продукт оказывает на наш уровень сахара крови, на наше здоровье. Больше информации о правильном питании, о препаратах вы узнаете в школах питания на сайте Ольга Павлова РФ. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите, о чем интересно узнать в следующих видео. Будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!